Бийское вагонно-ремонтное предприятие. Будний день, кипит работа. Сегодня в гости к железнодорожникам прибыли сотрудники газеты «Бийский рабочий», корреспондент и фотограф. Творческая бригада вникает во все тонкости ремонта вагонов. Они готовят статью специально ко дню железнодорожника. «Бийский рабочий» старается писать обо всех сторонах жизни, совершенно обо всех. Но, учитывая специфику названия и историю газеты, конечно, хотелось бы, чтобы побольше газета писала о людях труда. Вникать в чужой труд – это и есть работа корреспондента. Сегодня в «Бийском рабочем» пятеро специалистов слова. С задачей найти оригинальную информацию они справляются на отлично. Доказательство тому – рейтинг цитируемости краевых СМИ. Наша газета в нем на четвертом месте. Серьезно обгоняет и «Алтайскую правду», и «Краевое телевидение». «Бийский рабочий» сегодня можно читать и в электронной версии, и в привычной многим горожанам печатной. Редакция еженедельно готовит 36 полос или три номера. Трудятся над этим 11 человек. Над внешним видом работает дизайнер. Редактор проверяет статьи и распределяет их по страницам. Верстальщик собирает газету и отправляет ее к корректору. Процесс в газете у меня заключительный. То есть выправка на предмет орфографической грамотности. Графография, пунктуация. То есть чтобы не допустить ошибок, опечаток. Чтобы не было никаких убежавших струб. Газета почти со столетней историей прошла десятки престижных конкурсов. Достижения последних лет – это победы во всероссийских конкурсах «Золотой гонг», затем «Дышите глубже» за лучшее освещение темы туберкулеза. И сегодня издание вновь на первой ступени пьедестала почета. Газета приняла участие в межрегиональном конкурсе «Сибирь. Территория надежд». В нем два года назад она уже получала специальную награду в номинации «Интернет-издание». А теперь первое место бийский рабочий занял в номинации «Городские газеты». Решили рискнуть и послать номер, посвященный 70-летию победы, который мы сделали всего на четырех листочках и в стилистике военного времени. То есть решили показать читателям, как выглядел бийский рабочий именно в 42-40-х годах во время Великой Отечественной войны. Сегодня многие печатные издания страны переживают кризис. Повышается стоимость печати и доставки. Однако главный редактор «Бийского рабочего» уверена, несмотря на то, что издание имеет свою интернет-страничку, полностью в глобальную сеть газета не уйдет и останется в печатном виде. Татьяна Сенаренко, Алексей Мельков, БИСК. Специально для наших новостей.